И сегодня у нас в гостях Инна и Евгения Пенигина. Ребята уже были у нас в студии, рассказывали о путешествии в Арабские Эмираты. Сегодня это Абхазия. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Почему Абхазия? Ну, на самом деле, у нас интересная история. Ну, согласитесь, то есть Арабские Эмираты, потом раз, Абхазия. На самом деле, мы просто ждем малыша, и нам доктор запретил выезжать из России. И поэтому мы выбирали место, где было бы очень близко к российской границе, так, чтобы незаметно выехать и, если что, вернуться. Вот, кстати, насчет выехать. У нас был человек, он путешествовал по Абхазии на мотоцикле. Как вы туда добрались? Как можно сэкономить? Расскажите нам. Там можно выехать очень стандартно туда, из Сочи. Ездят автобусы, маршрутки. Буквально за 30 рублей ты езжаешь до границы. Потом с российским паспортом, обязательно с российским, проходишь эту границу минут за 15. Дальше садишься на маршрутку по другую сторону границы, уже на стороне Абхазии, и едешь туда, куда у тебя хочется. То есть главное попасть в Сочи, а там уже как по деревне на маршрутках? Все знают, как туда попасть. Да, на самом деле все это очень быстро, и вот так считается, что вот за границу едешь, особенно если кто-то ездил за границу, через границу проходил, иногда это может занять 5-10 часов, и сутки, и так далее. А здесь ты как бы подъезжаешь к пункту пограничному, на автобусе выходишь, проходишь 100 метров, показываешь паспорт, проходишь еще 100 метров, показываешь еще раз паспорт, сумку иногда смотрят, иногда не смотрят, выходишь, и ты уже в другой стране. Там все это занимает минут 20, а дальше сидишь на автобусе, ездишь куда хочешь. Ну вы до самолета, да, до Сочи? Да, до Сочи, конечно, на самолете. В какое время вы там были? Года. Мы были в августе. А, вот, вот, буквально, да? Да, прям недавно. Ну, в августе там жарковато, то есть лучше вот ехать все-таки в сентябре, во второй половине, или даже в начале октября. Вода будет еще теплая, фруктов будет больше, чем в августе, и будет комфортнее, потому что в августе температура и влажность такие, что в 8 часов утра тебе уже не хочется выходить из дома. Ты такой включаешь свой кондиционер, закрываешь двери поплотнее, чтобы солнце и воздух не проходили внутрь, и можешь выползти только после 6, мне кажется, с комфортом. Не, ну это, конечно, все туристы разные, то есть мы, туристы, которые не любят греться на солнце, перегреваться, вот у нас режим стандарт где-то с 7 до 9 мы идем на пляж, потом возвращаемся домой. Но там вообще много туристов, которые, наоборот, 9 подходят, встают и начинают загорать. Не знаю, на сколько они там находятся, но потом красные ходят вокруг. Вы заранее забронировали отель где-то, да? Или как? Вы же дикарями поехали? Ну да, мы самостоятельно все организовали, мы подсмотрели в инстаграме классный гистхаус, и там решили остановиться, там действительно было очень красиво. Там, получается, сын построил гистхаус, а заправляют этим гистхаусом его родители, отец и мать, и они очень радушно нас принимали, кормили фруктами с деревьев. Это типа семейный отель, да? Я правильно понимаю? Да, ну, как я понял, вообще просто дом был у родителей, вот, сын, видимо, бизнесом занимается, вот решил на территории дома открыть гистхаус. Ну, он поставил буквально два домика, вот таком, внутри там все обставлено стильно, потом снаружи выглядит просто, я даже не знаю, как это называется. Ну, футуристичный такой дизайн, современный. Современный дизайн, да. А родители уже обеспечивают вот эту уютную атмосферу, там рассказывают, куда сходить, там заботятся о тебе. Вот и куда же вы ходили. Подождите, давайте уточним по стоимости. То есть, это экономичнее уйдет, да, если там, допустим, где-то снимать там в каком-то отеле? Ну, там цены, конечно, разные, то есть, есть отели подороже, подешевле, вот, но гистхаус это вот средний отель. Самый такой вариант? Ну, это средний такой вариант, я скажу. То есть, это как бы современный, вот, но не отель, а именно гистхаус. Сколько за сутки проживания? Примерно две тысячи. Да, две тысячи за сутки. С человека? Да. Ну, за комнату. А, за комнату. За номер, да. Ну, как за комнату, за целый твой домик, фактически. Получается... Включен завтрак или что-то еще? Нет, завтраков нету, но там, как бы, при выборе отеля очень важно смотреть, чтобы у тебя были удобства в номере. Ну, то есть, потому что в Абхазии там не по умолчанию у всех удобства в номере. Удобства в номере могут быть, ну, типа, удобства могут быть вне номера, ну, то есть, типа, общий душ, общий туалет. Ну, это же мне не очень приятно, да. Вот, а тут, получается, как бы, все включено. Кондиционер важно, чтобы в номере был. Потому что это тоже, как бы, можно не обратить внимание, но с вентилятором спать в жару не очень. Не очень спаться будет. Ну, вот, давайте теперь перейдем... К интересным местам в Абхазии. Да, куда пошли, куда поехали. Или вы на море вообще загорали и все. Ну, изначально план у нас был такой, что мы приезжаем в Абхазию, заселяемся, идем на море, там, кушаем фрукты и никуда не едем. И такие батонимся на пляже, ничего не делаем. Но нас хватило на два дня. Потом мы нашли компанию, которая сдает машину, сняли машину и проехали всю Абхазию. И самый идеальный маршрут, это, вот, получается, ну, ладно, про идеальный немножко позже, а, в общем, самый классный... Машину арендовать недорого? Машину арендовать не сильно дорого, получается, две тысячи, вот, но вообще... Я понял, там все по две. Ну, у нас получилось так. Не, вообще без машины там никуда, потому что, если ты хочешь перемещаться между городами и, допустим, не хочешь брать тур, то на автобусе проблематично будет перемещаться, потому что автобус, ты приходишь, он в 8 утра отправляется, а после 8 уже не отправляется. Лучше всего, чтобы не давать автомобиль. И если ты проспал или хочешь сходить на пляж, то ты уже никуда не едешь. Две тысячи в сутки тоже, да? Да, ну, примерно две тысячи, получается. Бензин? Бензин недорогой, по-моему, такой же, как у нас. Что-то я даже не обратил внимания. А, это у нас теперь называется недорогой. Ну ладно, на больную мозоль сейчас надавили мне. Ну, а куда поехали, ребята, об этом узнаем сразу после рекламы. А мы в Абхазии. Да, сегодня вместе с Инной и Евгением Пенигинами. Значит, все по две, значит, машина нужна, гестхаус лучше, чем отель. Да, взяли в аренду, поинтересовались, есть ли удобство, собственно, в номере. А главное, кондиционер. Да, и куда поехали? Куда поехали? Куда поехали? Так, ну, обязательно, конечно, место, если в Абхазии есть, это озеро Рица, которое находится в горах. То есть там красивый вид на горы, оно прям кружено горами. Плюс там еще дачу Сталина можно посмотреть заехать. Там туман, туман еще какой-то, да, над озером? Нет, мы не видели тумана. Вот, также там вот дача Сталина, то есть экскурсия, ну, и интересное место посмотреть, как там Сталин отдыхал, немножко расскажет. Брежнев отдыхал. Недорогая экскурсия стоит. Тысяча две, наверное. Нет, нет. Сто рублей. Серьезно? Сто рублей, да, там это все очень дешево. Вот, а другое еще тоже популярное обязательно место, это Новоафонская пещера, огромная пещера, у меня высота там в некоторых местах достигает 100 метров, протяженность несколько километров, и вот мы были в некоторых пещерах уже, и это первая пещера, которая есть в метро. Ну, то есть она сама по себе длинная, там вот, ну, 5 километров, чтобы до нее доехать в гору, получается, ты садишься в метро, едешь там в одну станцию, выходишь, потом идешь по пещере экскурсии. Вот еще в пещере там есть озеро, прям пещерное, вот, есть глубина 20 метров и так далее. Можно купаться? Нет. Только смотреть. Купаться нельзя. То есть там пещера, она прям как будто вот такой, ну, не город, но прям такое огромное место, там мост есть, по пещере идешь, там иногда они там концерты проводят, вот. Но там своды настолько большие, что оперная отдыхает. В плане акустики? В плане объема? В плане акустики. Понятно. И вот расскажите по поводу еды. Воды. Да. Что пить, что есть. А что не пить лучше и не есть. Ну, по поводу еды, там кухня очень похожа на грузинскую. То есть они активно используют баклажаны, делают рулетики очень вкусные, перемалывают орехи, делают очапу. Потом у них растут мандарины на деревьях. Ну, вот сейчас как раз у них сезон, в октябре. Сок можно пить круглогодично. Мандариновый сок – это то, что нужно обязательно попробовать. Мандарины можно срывать? Ну, в октябре, я думаю, да. В августе не понравится. Потом что еще? Компот из Киила, из таких открытий. Вино мы не пили, по некоторым причинам. Потом... Сыр ты говорила? Про сыр не говорила. А, ну вот у них фирменное блюдо, национальный сыр сулугуни. Они, получается, с ним лепешки делают и просто есть жареный сыр. Жарят, дают сыр, кушаешь его, как блюдо. И это вкусно? Да, это очень вкусно. Ну, и так его можно просто везде купить по вкусу. Вот, про то, что они есть. За счет того, что на улице жарко и очень большая влажность, не рекомендуется есть пирожки, чтобы не испортить себе отдых, так скажем, отравлением. Потом, чурчхелла мы, на самом деле, тоже не ели. Почему? Потому что она у них висит в открытом пространстве. Она достаточно липкая, на нее налипает. Это пыль, мухи и так далее. И как бы все это можно, но осторожно. Ну и вообще руки там мыть все это очень рекомендуется. Да, руки, фрукты лучше мыть. Что больше всего понравилось? А, давайте я... А, все равно понравилось. Нет, ну, нам вообще, да. Все понравилось? Нет, все понравилось, да. Вот, на самом деле, Абхазия, такой момент отметить, что это как будто памятник архитектуры такой, что, ну, как бы со времен СССР там очень много построек разных, здания здоровые. Там даже со времен царской России есть еще здания. Вот, и получается эти здания, ну, много заброшенных зданий вот из-за войны как раз. То есть там вокзалы практически в каждом городе, они заброшены. Есть отели заброшенные. И что интересно... Можно заходить? Да, можно заходить, в принципе, там как-то не сильно охраняется. Ну, где-то забиты входы. Я очень люблю всякие заброшенные. Но, нет, самое интересное, что не то, что это просто заброшено, а то, что это еще заброшено и заросшее вот местной субтопической травой, вот, растительностью. И ты как бы ходишь, и вот прям как в фильмах, какие-то храмы там есть заросшие. Вот, а здесь заросшие СССР постройки. Вот, это очень интересно, там прям ходишь, любуешься, фотографируешь. Фотки сделали, да? Да, да, фотки сделали. И там вот идешь, мы ходили в Красном Афоне, там водопад есть, и вот по дороге на этот водопад есть заброшенная, ну, какая-то маленькая-маленькая станция железнодорожная. И все, короче, на водопад не идут, идут к этой станции, фотают, фотают на фоне нее, вот, со всех сторон. То есть все это очень интересно. Вы до водопада тоже не дошли? Не, мы дошли. Не стоил он, потому что мы упорные. Не стоил. Не стоил, да? Не обязательно. Правильно не доходят до него, да? А есть там какие-то жуткие насекомые? Нет? Не видели? Насекомых-то нет, наверное. Медужек. Но не насекомые. Нет, ну просто есть такое вот, что где жарко, там всегда вот эти всякие страшности находятся, я поэтому туда не хочу. Нет, нет, там ничего такого. То есть это не Таиланд все-таки. А комары-мошки? Нет. Нету. 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 Мы вообще ничего не заметили такого. Нету. Вы часто путешествуете. Что-то напомнило вам, нет? Или вообще нельзя ни с чем сравнить Абхазию из тех мест, где вы были? Ну, мы вот в постсоветском пространстве, наверное, только в Казахстане были. Но здесь все-таки Абхазия-то море больше, ну и, соответственно, там и субтропики и так далее. Поэтому, ну... Какой там пляж? Пляж там галечный. Галька? Да, там галька везде. Вода очень чистая. Вот. Прям кристально чистая. И что забавно, вот мы в Сочи приехали. Пляжи платные, нет? Пляжи бесплатные все. Да, все бесплатные. Вот. И мы в Сочи до этого еще пару дней останавливались. И там очень много народу, как раз в августе. И ты уходишь, ну и вода такая мутная, грязная, что-то там плавает все время. Купаться вообще, желания нет. Какие-то напоминают Абское немножко. Хотя не будем обижать единственный наш источник радости. А потом ты приезжаешь 50 километров на юг в Абхазию, и там вода уже совершенно чистая. Там, ну, все видно. А народу немного, в отличие от Сочи. Народу, да, народу намного меньше. Но я бы сказал, что все равно много. Все равно много, и тем не менее вода чистая. То есть все-то не от людей. Но вода чистая. Хотя у них сезон считается когда? Вот наплыв туристов самый большой. Летом. Летом? Вот когда вы, собственно, были тоже, да? Ну, июль, август, начало сентября. Не, ну, это когда сезон отпусков, общаясь, больше всего туристов. Но вообще купаться там до октября можно. Включить. То есть сентябрь, да, в начале октября там чуть-чуть по... То есть еще можно успеть. Можно, да. Можно успеть, так, смазывай выжить. Если прям все асфальтарь. Отчего бы вы, ну, как бы, туристов, скажем так, предупреждали? Не связываться с какими-то гидами или еще что-то там? Есть ли такие вещи? Скорее просто дадим совет, что машину надо снимать не на второй или третий день, а прям сразу. То есть, потому что самое удобное, это когда ты переходишь границу и не ждешь рядом с маршруткой целый час, пока она там наполнится и уедет. А желательно, чтобы тебе привезли туда машину, ты сразу сел за руль, сразу поехал по очереди по достопримечательствам, дальше остановился в месте, где ты забронировал, ну, и там каждый день на машине передвигался. То есть вот это прям очень много времени сэкономит. Потому что у них всего две компании, которые сдают машины в аренду, ну, две, которые можно найти в интернете. Может, есть и другие, но как бы не нашли. И получается, однако, и все они находятся в Сухуме, а в Сухуме обычно не планируешь ехать, ну, потому что он далеко, и там как бы в интернете вообще про него ничего не написано. Ну, столица до столицы, ну, ладно. И в итоге мы как бы, получается, специально поехали в Сухум, чтобы снять машину, а можно все это время сэкономить. Вот это самый главный лайфхак, да? Да, да. Но в Сухум стоило съездить, на самом деле. Вот мы приехали за машиной, мы вообще не хотели туда ехать, и ехали долго на маршрутке там, что-то добирались до нее с пересадками. Приехали в Сухум, вот, вышли на набережную, и там прям очень красивая набережная. Опять же, там вот старые советские здания какие-то стоят, то там уже все восстанавливают, то есть набережная уже красивенькая, такая новенькая, современная. И там очень красивый, ну, не сад, наверное, парк на набережной стоят, эвкалипты высокие, народ что-то в шашки там играет, шахматы. Прямо так душевное место такое, не хотелось оттуда уходить. Те самые природы органов движения, да? Да, да, да. Ну, и, наверное, какой-нибудь забавный случай произошел с вами в этой поездке. Делитесь, рассказывайте. Да, давайте расскажем. Вообще, забавных случаев, ну, практически во всей поездке не было, но вот последние пару часов случился забавный случай. В общем, мы, как бы, сняли машину, да, и, получается, договорились машину сдать на границе с Россией, вот. И нам, как бы, ну, арендодатель машины, да, арендодатель машины, вот, сказал, подъезжайте там, прямо вот перед границей будет справа парковка, я вас там буду ждать. Ну, и мы такие едем, едем, а там, короче, идет разделение на две полосы. Вот, он ничего про это не писал, мы поехали в левой полосе, а там же написано, на Сочи. Вот, ну, и мы такие едем, едем, вот, смотрим, парковки нету, парковка где-то вообще справа, и мы уже проехали. Вот, а дальше уже граница с Россией, получается, и, ну, ни разворота, ничего нет, то есть ты едешь, как бы, ты едешь уже в Россию. На пограничный пункт, да, ну, и мы, как бы, ну, развернуться нельзя, просто едем вперед, подъезжаем к пограничному пункту, давай там, я выбежал, говорю, мы, короче, не туда приехали, помогите нам как-то уехать назад, машина не наша, нам ее надо сдать вот где-то рядышком. Помогли. Вот, да, нас пограничник такой посмотрел, покосился, сказал, типа, это все, успокойтесь, здесь машина, там что-то открыл нам. Вы не первые. Да, видимо, мы не первые были, но это был такой стресс прям, что ты не собирался на границу, а как-то на нее попал. Инна Евгений Пенигин, мы вместе путешествовали по Абхазии, спасибо вам.